Встреча с художниками Встреча с художниками Все картины, которые у нее были Дописаны А следом этот же покупатель Купил у меня 30 картин И сейчас планирует Его приятель купить Еще примерно столько же И по более-менее Приличной цене Так что покупать покупают Ну и в розницу постоянно покупают Картины с этих видео уроков Поэтому сказать, что вообще не покупают Я лично не могу Плюс у нас картины висят снаружи нашего мастерской Которая над гаражами Я сделал целую мастерскую И тут поразвисела картины И эти картины тоже продаются Просто потому что очень много туристов ходит вокруг И постоянно спрашивают купить, купить, купить Покупают далеко не все Но спрашивают и иногда покупают Поэтому вот я тут создал выставку прямо на улице Вернисаж на улице А поскольку проходное место, здесь очень туристическое место Сейчас внутренний туризм И все продается Вот, ну вы можете даже отследить Потому что раньше мы постоянно опционы с картинами выставляли А сейчас уже не так выставляем Потому что толком надо придерживать еще картины для более дорогих продаж В общем, у меня лично все хорошо А в этих выставках профессиональных очень плохо Причем Часто у непрофессиональных художников получше дела Потому что они без гонора, без зазнайства Выставляются в тех местах, где гонористы не могут себе позволить выставить Ну, не по саму, не по чину А эти выставляют, вот я рассказывал Что в самых неформальных местах может оказаться серия удачных продаж Например, вот опыт Днепропетровска Когда я там давал уроки И мои ученицы Однажды они ходили в элитные эти спортзалы И однажды им пришло в голову там выставить фойе Этого фитнеса Фитнес-клуба Фитнес-клуба Да Выставить фойе И люди после Ну, женщины, прежде всего покупатели, конечно И люди после обильного потения После того, как насытилась их плоть движением Вышли с голодной душой Духом вышли Голодной И тут натыкаются на картины И прямо как И они одна за другой стали выставлять там И каждый раз был успех Потом, конечно, этот фитнес-центр выдохся Уже не приносил таких доходов Но первые шаги Выставок 5 Сметали, сметали, сметали То есть в самых неожиданных местах могут покупать Но Вопрос о том, как фундаментально к этому подойти К продажам И, конечно же, вот я сразу отметаю идею выставок Выставки только в формате хорошей фотосессии Ну, для того, чтобы получить хорошую фотосессию Видеоотчеты И, может быть, даже имитации успеха Ну, то есть нарочитая имитация успеха Когда подставные люди говорят о том, что Ой, какая выставка Ой, как было все здорово Вот я себе приобрела эту картину А за сколько, если не секрет А вот за столько И людей это провоцирует Ну, что делать, если приходится провоцировать людей к покупке картин И Начинать нужно С того, что Создать коллекцию Картин Ну, как бы безупречного уровня Создать обширную коллекцию Безупречного уровня Трудно Поэтому надо выбрать однородную тему Которая В которой вы набьете руку И Вот одну из тем Которую мы сами сейчас пишем Постоянно осень Я вижу Сколько Сколько Повторяющихся приемов Постоянно Удается Приходится делать Они Из картины в картину Идут Я уже сам наблатыкался На этих осенних Пейзажах Летний пейзаж Он другой Совсем другой Море Совсем другая тема Совсем другая А сейчас перейти на море Трудно А осень Прямо пишется Пишется И за окном Настроение И здесь И вот Ты весь растворен В этой теме И поскольку уже создалось Целый ряд Уже 12 И будет еще Две И три даже То я предлагаю Вам Сосредоточиться На Допустим На осеннем пейзаже Поскольку это сейчас В тему Еще минимум Месяц будет в тему Потом еще воспоминания Сосредоточиться И Выучить эту тему Настолько Чтобы Она Походила На профессиональную Профессиональная живопись Она тоже Разная Есть художники Высокого уровня Есть невысокого Но они тоже Профессиональные художники Мало того Даже среди Мэтров живописи Музейных художников Тоже есть разница В их качествах Вот Поэтому Если вы будете работать В силу Слабого Профессионального художника Ну скажем С большим опытом Ну слабенького Ну Не растется у него Это Это тоже позволяет Вам выйти На людей Тем более что люди Ну скажем Непосвященные Часто не знают Едва отличают Хорошее от плохого Поэтому Выйти Хотя бы Даже со слабенькой Живописью Но Отработанной Выученной Выученная живопись Это Это не просто Только приемы Но и Технические Когда мы рукой Что-то делаем Но интеллектуальные Тоже И когда они повторяются Из одной картины В другую Вы все-таки Навыкаете И привыкаете к ним И в каждой новой картине Вы используете Эти формулы Штампы Которые Конечно На пользу Профессиональному Уровню Художественному Уровню Картины Вот Это конечно Шаг Который Точно Приведет К результату И все Кого я На это Толкнул Хотя Люди С трудом Толкаются Хотя Были Прецеденты Когда люди Вцеплялись В одну тему В однородную Тему И добивались Действительно Результаты И они Меня потом Благодарили И говорили Как Все-таки Здорово Придумали И эти же Навыки Потом все равно Идут уже В другие Темы Живописи Просто потому Что ты уже Интеллектуально В них Состоялся Уже Выучил Эти темы Эти формулы Эти художественные Трюки И когда Вы Пройдете Вот этот Путь А путь Должен быть Таким Допустим Десять картин Ну кому надо Больше Тому больше Допустим Десять картин Осень Да Но она Очень однородна По своей Она обособлена И Даже набор Красок Обособлен Все время Охра Все время Желтая Все время Красная Вот И делая Копии То есть Вы делаете Учебную задачу Которая Допустим На видео Делаете Эту задачу Потом Делаете Аналогию Находите Аналогию Тем более Что аналогия Сейчас Тьма Картиночек С этими темами Но тьма Это все Я нахожу Листаю Листаю Даже Ленту новостей Бац Нашел Нарисовал Там Там были домики Противные Я их убрал Ну такая Советское строительство Какое-то Убрал Там было Не пойми что Я там Озерце сделал Чуть-чуть Перестроить Уже На Другой Мотив Ну скажем Вот эта елка Хорошо же сидит Красивая елка А что если Эта елка Заслонит Читался Эта березка Заслонит Здесь И еще будет Ряд елок Над ними Ну молодых Елок Таких Молодых Над ними Уже будут стоять Уже сюжет Резко поменяется Если вы вместо Этого дерева Устроите вот такой Куст Сюжет поменяется Оно прозрачное А здесь будет Непрозрачное Теперь Вот это там есть Либо удлинить Опять же Другой сюжет Дальний план Сделать его Узеньким А вот Третий Дальний Дальний Да Вот второй план Сделать узеньким Небольшим А третий Сделать Синим Глубоким Дальним И совсем другая тема Небо Осеннее небо Оно такое разное Ну понятно что здесь Солнышко очень нарядное Красивое Но все равно Даже облака Выстроенные Вот такими Ступенями Перспективы Это очень красиво И у вас совсем Другой пейзаж То есть вы Там изменили чуть-чуть Там изменили чуть-чуть И у вас Другая тема Другой пейзаж Другой Эта Березка могла бы быть здесь А здесь бы стояли И повыше А здесь бы стояли Эти Ёлочки Поэтому Вот это все Могло бы сразу Становиться Продуктом Для реализации Для продажи То есть уже Вам не надо писать Что копии Стесняться Своей картины Идете И Это самое Презентуете И вот уже вопрос Где презентовать Презентовать В первую очередь Надо сейчас В соцсетях Я вам скажу Что Те кто Художники Которые в соцсетях Более или менее Продаются Может быть И сами Сталкивались С тем Что Всюду предлагаются Портреты И Страница Человека Который Бесконечно Рисует Портретики Портретики Даже У него Постоянно Новые Портреты Выставляются Потому что Он их Недорого Но постоянно Делает Продает Делает Продает Соцсети В соцсетях Чтобы выступить Нужно сделать таблицу Скажем Вконтакте Таблица Это 9 картин 9 картин Ваше имя И Вы уже Начинаете Презентовать себя Как художник И Кстати Рекламировать Эту таблицу Лучше Не в артовских Сетях Ну Не в артовских Площадках Где Люди Уже Живописью Объелись А может быть В каких-то Женских Форумах Всяких Вот там Где женщины Собираются Потому что Женщины Главные Покупатели И причем Женщины Далекие от живописи Чаще покупатели Чем Близкие к ней Просто потому что Она давно Хотела купить Картиночку Вот В это место Ну вот у нее Такой бзик Поэтому Рекламировать Эти таблицы Лучше Но в любом случае Вы уже себя Позиционируете Как художник С готовыми работами Может быть Пройти Какую-то Предпродажную Грубо говоря Подготовку Этих работ К какому-то Профессиональному Художнику Обратиться Чтобы он Какие-то Недочеты Чуть-чуть Шлифанул И вот Вы уже Уже Презентуете Себя Цена Понятно Что образование Цены Тоже Задача Полезная Это мы Задумали Другой Вопросы Ответы Уже другой Лекцию Мою И там Мы поговорим О цене Как ее Сформировать Чтобы это Было Разумно Хотя Я об этом Высказывался Но Может Я Наспех Высказывался А теперь Можно будет Больше И Наконец Площадки Сайтов Особенно Зарубежных Особенно Зарубежных Потому что У нас Действительно Покупательская Способность Низкая Сейчас еще Люди Так Зажали Деньги Боятся Новых Обстоятельств Которые Все время Складываются К худшему Зарубежные Пока еще Сытенько Живут Поэтому Вот на Эти сайты Списки Этих Сайтов Есть Все Это можно найти Или Мы когда-нибудь Опубликуем Размещать Там Размещать И Продаются Есть художники Которые Просто Бешено Зарабатывают Причем Такую дурь Гонят туда Такое Однообразие Такую А при этом И кстати Вот на этих сайтах Требуется Однородная Живопись То есть Художник Должен В этих Картинах Как бы Как бы Угадываться Что А это Вот Художник Певец Один Певец Море Другой Певец Осень И Третий Певец Зверушек Кто Кто о чем Поет Да И Как раз Вот эта тема Однородной Живописи Для тренировки И Улучшение Качества Своей живописи Очень важна Хотя Я знаю Как тяжело Засесть на Одну Тему Просто потому Что Ну глаза Разбегаются Столько Хочется всего Написать Ну надо Смириться С этим Смириться Покориться Одной теме Я вас уверяю Будет рост Колоссальный Колоссальный Рост Общий Вы вроде бы Будете писать Только эту Тему Но даже Перейдя К морю Которая Вообще Никак Не относится К этому Вы будете Уже Как Опыт Ни Уже Которая Продолжение следует